Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Первый касационный суд общей юрисдикции отказал 47-летнему вору в законе Тенгизу Гегибери в выдаче нового паспорта, следует из картотеки дел. В силе осталось решение Липецкого суда, который признал, что отсидевший 17 лет за убийство и разбой мужчина незаконно получил гражданство. Определение суда пока не опубликовано. В мае 2020 года Елецкий горсуд признал законом отказ местного отделения МВД в выдаче уроженцу Грузии Тенгизу Гегибери по кличке Тенгопатийский нового паспорта. С 2017 года он отбывает наказание в местной колонии по приговору Пресненского райсуда Москвы, который в 2005 признал его виновным в краже и разбоя с проникновением в жилище, часть 3, статья 158 Уголовный кодекс Российской Федерации и часть 3, статья 162 Уголовный кодекс Российской Федерации, а также в убийстве и хранении оружия, часть 1, статья 105 Уголовный кодекс Российской Федерации и часть 1, статья 222 Уголовный кодекс Российской Федерации. Тенгиз Гегибери в своем иске к отделу МВД указал, что его паспорт был утерян сотрудниками ФСИН, за время его отбывания наказания. По его версии, он получил документ в марте 2001-го в Щекинском РУВД Тульской области на основании паспорта СССР и справки посольства Российской Федерации в Грузии от 20 сентября 1997 года о признании его гражданином Российской Федерации. Как уточнил Гегиберия, при постановке на регистрационный учет органа внутренних дел проверяли правомерность выдачи паспорта, а также с его помощью устанавливалась личность при вынесении приговора. Суд, впрочем, установил, что справка посольства о признании осужденного гражданином Российской Федерации ему на самом деле не выдавалось. Отсутствие у Тенгиза Гегиберия паспорта, впрочем, не помешало начать суд по его новому уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации, до 15 лет лишения свободы. Сейчас оно рассматривается в Липецком областном суде. Как сообщили черноземья в суде, в ходе прошедших заседаний обвинения представила свои доказательства, а защита заявила ходатайство об исключении некоторых из них.